Всем привет! Сегодня мы познакомимся с Wi-Fi камерой iVideo onCute. Благодаря ней вы сможете удаленно наблюдать за вашим домом или бизнесом. Сфер применения этой камеры очень много начинает видео няни благодаря тому, что в этой камере есть двухсторонняя аудиосвязь и вы будете слышать вашего ребенка и ваш ребенок тоже будет слышать вас. Вы можете благодаря этой камере следить за вашими домашними питомцами, следить за няней, уборщицей или домработницей. Также будет возможность следить, как проходит ремонт. Для людей, у которых есть бизнес, также эта камера будет полезна. Вы можете следить за вашим магазином, складом или офисом. Большим плюсом именно этой камеры является полностью поддержка русского языка, начиная от коробки, инструкции, заканчивая приложением. Это большой плюс. У меня были другие Wi-Fi камеры и там из-за того, что нет русского языка, иногда были проблемы. Здесь полностью есть русский язык, это огромный плюс. Можете посмотреть основные преимущества. Камера снимает в HD формате, 125 градусов угол обзора. Казалось бы, HD не Full HD, но все равно качество очень хорошее. Вы это все сейчас увидите. Также большим плюсом является облачное хранилище. Если вы будете пользоваться одной камерой, это все будет бесплатно. Если будете использовать уже 2-3 камеры, то есть тарифы и вы сможете под себя подобрать удобный для вас тариф. Полностью на русском языке инструкции. Все подробно расписано. Благодаря ней вы спокойно сможете установить эту камеру. Также у камеры есть семейный доступ. До трех человек сможет пользоваться этой камерой с разных телефонов. Вот так вот выглядит сама камера. Глазок объектива. Инфракрасный порт. В этой камере есть ночное видение. Светодиод. Микрофон. Снизу у нас подключение. Микро-SD карты. Вы можете записывать как на карту, так и на облачное хранилище. Сверху динамик. Сзади у нас клавиша Reset. Микро-USB разъем. Это у нас площадка магнитная. Дальше по комплекту у нас присутствует очень длинный микро-USB кабель. Это большущий плюс. Явно его вам точно хватит. Вот такой вот компактный адаптер в сеть. Много места он точно не займет. Дальше у нас набор для крепления на стену. Есть все, что нужно. Это у нас магнит. Очень крепко крепится. Тяжело будет отодрать. Это тоже большой плюс, что так легко все устанавливается. Подключаться к камере очень просто. Сначала нужно скачать приложение iViden в Google Play или в App Store. Убедиться, что вы подключены с камерой к одной сети Wi-Fi. Запустить приложение и пройти легкую регистрацию. Дальше нажимаем клавишу подключить устройство. Выбираем производителя. Дальше модель. Нажимаем далее. Нужно дождаться пока светодиод будет гореть красным цветом. Нажимаем далее. Подключаемся к вашей Wi-Fi сети. Дальше нам нужно разместить данный QR-код на расстоянии 30 см от камеры. Дальше мы слышим звук. Видим, что светодиод загорелся зеленым. Нажимаем далее. И камера начинает подключаться. Мы можем переименовать камеру. Это удобно, если вы пользуетесь несколькими камерами. И вот таким образом, очень просто, мы подключили данную камеру. Есть небольшая задержка, но ничего критического в этом нет. Вот так вот выглядит главный экран. Здесь мы сразу можем видеть картинку. Можем увеличивать вот таким вот образом. Видим, что качество неплохое, как для Wi-Fi камеры. Также мы можем благодаря вот этому таймлайну смотреть все, что происходило в другие часы. Можем смотреть дату, например, что было 6 февраля или в другой день. Можно выбрать качество трансляции. В событиях вы можете посмотреть, что происходило в последнее время. Снимок этого вы можете сделать скриншот и отправить голосовое сообщение. Вот, например, раз, два, три, четыре, пять. Видим, что все слышно. Также звук идет с самой камеры. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все работает. По настройкам вы можете включить-выключить камеру. Это все вы можете делать удаленно. Включить уведомления на движение, на звук, пуш-уведомления, e-mail-уведомления. Когда будет какое-то движение в объективе камеры, то вам придет уведомление. То же самое по звуку. Также, что интересно, например, на движение вы можете выбрать определенную область экрана, за которой камера будет следить. И уведомления будут приходить только тогда, когда именно в этой области будет какое-то движение. Это удобно, например, поставить эту область чисто на дверь или на окно. И когда открывается дверь, вам будет приходить уведомление. Чувствительность также можете выбрать низкую, нормальную, высокую. Также из интересного на камеру могут приходить какие-нибудь обновления. Вы можете включить-выключить светодиод на камере, звук в фоне. Но здесь все на русском, так что не вижу смысла по каждому пункту объяснять. Вы здесь спокойно во всем разберетесь. Сейчас вы увидите подробно, как снимает эта камера. Как по мне, качество очень достойное для Wi-Fi камеры. Все отчетливо видно. Также вы видите ночную съемку, тоже все на хорошем уровне. Именно по качеству записи вообще никаких претензий. В целом по камере я остался доволен. Хороший функционал, также очень порадовало наличие полностью русского языка. Хорошее приложение, никаких багов, никаких глюков нет. Порадовало облачные хранилища. Также, если вы пользуетесь одной камерой, оно для вас бесплатное. Три человека могут спокойно этим пользоваться. Большущий плюс, так как альтернативы стоят достаточно дорого. И то, что это вот так с коробки идет бесплатно, однозначно большой плюс. По промокоду EXPERT вы можете получить скидку 20% на эту камеру в течение двух недель. Ссылочка на интернет-магазин будет внизу в описании. Думаю, многих заинтересовала эта камера. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписку, комментарий. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok